Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2085. Святые много говорили о смирении, испытывали себя на разных послушаниях. Разве этому нельзя научиться в миру? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Что сказано в Библии о смирении, как раз и говорится для живущих в миру, а не для отшельников. Для монахов в Библии нет ничего. Эта книга не про них. Институт, то есть само понятие о монашестве, иночестве, в Библии намертво отсутствует. Это все выдумка человеческая о монастырях. И она приросла, как шапочка манкуртов, с сознанием плоских людей, не державших Библии в руках. Сафония, 2 глава, 3 стих. «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно мудрия, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырем. Все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание к римлянам, 12 глава, 16 стих. «Будьте единомыслены между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание к колоссянам, 3 глава, 12 стих. «И так облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение». Арсений Великий, 8 мая. «Смирение есть основание всех добродетелей. Подобно тому, как азбука есть основание всякой науки. Тот, кто изучил бы всю мирскую мудрость, но не имел бы истинного смиренно мудрее, тот не может спастись». «Смирение» закрыт.